друзья приветствую в сегодняшнем видео уроке хочется вместе с вами разобрать один несложный коротенький этюд но несмотря на все это он очень полезный и его здорово используется для того чтобы разогреться перед тем как вы приступаете к более сложным композициям которые хотите отрепетировать тем более в этом этюде сосредоточены сразу несколько навыков так что играя один небольшой этюд вы можете отработать некоторые нюансы которые связаны как с левой так и с правой рукой что поможет вам улучшить прогресс и продвинуться дальше выше по владению гитарой хорошо давать я разочек его сыграю а потом мы переключимся на режим нот табулатуры и уже я покажу на какие моменты нужно обратить внимание для того чтобы этот и чуд звучат у вас очень красиво разумеется ноты табулатуру я оставлю под этим видео по ссылочке и Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой вот простенький этюд. Теперь мы переключаемся с вами на режим чтения нот с листа. И давайте я покажу, на что нужно здесь обратить внимание. Во-первых, когда вы приступаете к разучиванию любого произведения, мы с вами обращаем внимание на размер. Размер в нашем случае три четверти, по сути это вальс. То есть когда вы играете этот этюд, проще всего про себя, если считаете, то высчитывать на 1 и 2 и 3 и. Если вы смотрите в табулатуру, соответственно, у нас будет 1 и 2 и 3 и. У нас все доли вместе, если мы с вами сейчас посмотрим, они визуально каким образом различимы. Вот одним ребром у нас соединены вот эти две ноточки, это у нас будет вторая доля, это у нас, соответственно, будет третья доля, и вот у нас здесь с вами будет первая доля. Здесь они не соединены ребрами, потому что у нас в первой партии, в первом голосе восьмая пауза. Хорошо. Считаем мы, получается, следующим образом. В первой доле мы считаем 1 и, во второй доле 2 и, ну и в третьей доле 3 и. И так на протяжении всего этюда. 1 и, 2 и, 3 и, 1 и, 2 и, 3 и, 1 и, ну и так далее. Это первый момент. С размером, со счетом разобрались, двигаемся дальше. Второй очень важный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание, это аппликатура правой руки. На всякий случай напомню, что у гитаристов на левой руке пальцы обозначаются цифрами, на правой руке буквами. Цифрами указательной 1 арабской, средней цифрой 2, безымянной цифрой 3 и мизинчик цифры 4, это нам сейчас пригодится. А на правой руке большой у нас обозначается буквой P, указательной буквой I с точкой, средней M, middle и безымянный A. Мизинчик мы не используем. Теперь смотрим, что у нас происходит в нотах. Вот мы видим, что четвертую струну нам нужно сыграть большим пальцем правой руки, щипаем, а дальше у нас вторая и третья струны щипаются средним и указательным пальцем. Средний, соответственно, по второй струне, а указательный по третьей струне. Щипаем. Дальше мы щипаем первую и вторую струны. Первая у нас на первом ладу зажата, вторая на третьем ладу. И здесь уже мы щипаем пальцами безымянным на первой струне, по первой струне и средним по второй струне. То есть получается, что у нас с вами вот такой вот будет рисунок. Вот мы басы сыграли, потом вот эти два пальчика указательный средний, потом средний опять участвует вместе с безымянным, и потом мы снова возвращаем указательный средний. Раз и два и три и раз и два и три. И следующий такт покажу тоже, и мы переключимся на следующий момент. Раз и два и три и раз и два и три и. Я так намеренно играю, немножко пальцы оттопырю, чтобы понятнее было, как щипать струны. Вы, разумеется, когда будете играть, все расхоряющих не нужно. Пальчики должны очень аккуратно щипать струны. Кисть практически не двигается, мы играем только пальцами. Хорошо, это тоже очень важно, потому что помогает правильно ориентироваться в дальнейшем и по букленным обозначениям, и плюс еще развивать моторику правой руки. Кстати, в качестве разминочки, так уже попутно, немножечко отвлекаясь от текста музыкального, когда разучите вот с этой аппликаторой, можете поиграть вот таким образом. Большой, потом указательный, средний, указательный, средний, указательный, средний, большой, указательный, средний, указательный, средний. Или же большой, потом средний, безымянный, средний, безымянный, средний, безымянный. Вот таким вот образом потренироваться. И так подчередовать, и так подчередовать. Это будет полезно для правой руки. Дальше обращаем внимание на то, какими пальчиками зажимать струны, я имею ввиду на левой руке пальцами Вот у нас четверка, это мизинчик, значит мы третий лад не безымянным зажимаем, а мизинчиком Играем таким образом Сыграли первый такт, у нас второй такт полностью дублирует первый такт за небольшим исключением В первом такте мы обращаем внимание на динамические оттенки У нас мецефорты, то есть мы играем первый такт умеренно громко А второй такт мы с вами играем умеренно тихо Такое впечатление, чтобы создавалось как будто бы второй такт, это своего рода эхо, как бы второ первого такта Вот мы играем первый такт, крикнули в горах громко, и вот нам эхо вторит Третий такт опять у нас, видите, мецефорты, то есть мы играем громко И эхо нам вторит Четвертый такт, видите, он полностью визуально даже заметно дублирует предыдущий такт Ну и по табулатуре аналогично то же самое Следующий такт у нас опять мецефорты, мы играем умеренно громко А следующий такт умеренно тихо Дальше опять умеренно громко Потом умеренно тихо А вот с девятого такта очень интересно У нас не громко и тихо, получается, мы играем А от тихого звука, вот у нас вот здесь вот мецепиано было Мы потихонечку, потихонечку начинаем звук усилять И выходим на форты, на очень громкое звучание Давайте с девятого такта поиграем Вот мы играем тихонечко И, кстати, обращаем внимание на аппликатуру Здесь у нас первый указательный на втором ладу на третьей струне Безымянный на третьем ладу на второй струне И средний на втором ладу на первой струне Вот таким вот образом Ре мажор у нас получается Я мизинчик специально спрятал, чтобы понятно было, что он у нас не участвует Хорошо, переключаемся снова на вид нот Играем тихонечко Потом погромче, чуть-чуть из тишины вылазим И дальше прыгаем на форте И держим форте Видите, да, у нас форте И этот такт тоже мы играем громко Следующий такт также мы играем громко И следующий громко А потом начинаем затихать Вот у нас вот такая вилочка Означает, что мы с громкого звучания уходим на умеренно тихое И плюс вот это обозначение рит Это сокращение от слова рит и нота То есть мы замедляемся Мы одновременно выходим и затихаем И замедляемся Скажем, что он все тише и медленнее И в конце тихонечко вот та-та-та-та-та-та И тихонечко щипаем аккорд Вот видите, в одном небольшом этюде Сразу сколько у нас сосредоточено нюансов Во-первых, нам нужно считать грамотно Во-вторых, мы обращаем внимание на аппликату Правой руки Ну, левый попутно, но левый не так сложно Сколько он больше рассчитан на проработку На моторике правой руки Дальше мы обращаем внимание с вами на динамические оттенки И на элементы темпа Вот здесь мы немножечко замедляемся в конце А играем весь этюд модерата То есть в умеренной скорости Не сильно быстро, но и не сильно медленно Вот такие рекомендации Относительно этого этюда Используйте его в качестве разминочки, разогрева Перед тем, как приступайте к репетиции более сложных произведений На этом хочу с вами попрощаться Пожелась вам всего самого наилучшего Здоровья, мира и любви, и счастья До свидания